Меня зовут Комаров Юрий Игоревич. Я сейчас постараюсь вам рассказать о роли общественных организаций в постдипломанном обучении онкологов. Я постарался подойти к этой лекции не столько фундаментально, сколько практически. Здесь в основном присутствуют у нас молодые врачи, которым я думаю, что это будет интересно. Начну издалека. В 2013 году у нас вышло такое постановление правительства Российской Федерации об утверждении положения модели отработки основных принципов непрерывного медицинского образования. Для врачей здесь весьма ограничено, но в принципе этот приказ будет в будущем распространен на всех специалистов. Это так называемый приказ о кредитах. У нас на протяжении всего форума все подходят, спрашивают, будут ли у нас кредиты, как их получить. Будут 18 кредитов за участие в этом форуме, которые необходимо ввести на соответствующем сайте. Откуда это взялось? Примерно где-то с 50-х годов до 80-х были разные системы получения кредитов. И так называемое непрерывное медицинское образование примерно с 80-го года уже стабилизировалось и было внедрено в клиническую практику. Я думаю, что Вадим потом подтвердит, что практически все конференции, которые проходят в Америке, имеют определенную квалификацию, количество кредитов, которые необходимы для сертификации специалиста. И у разного специалиста, то есть будь то онколог, хирург, эти кредиты разные. Так, например, сертификаты ЭСМО, которые выдают, у них 50 кредитов за участие от ЭСМО и МОРа. И Гарвард Медикал Скул, которая тоже дает за участие в своем мероприятии по одному кредиту. И, соответственно, эта система сейчас распространяется на территории Российской Федерации. Разработан специальный сайт, на котором вводятся эти кредиты. И, что важно, почему лекция называется, что роль некоммерческих организаций, потому что сейчас основную роль пытаются переложить, ну, даже не переложить, а отдать больше полномочий для ассоциаций. Так, вот кредиты, которые выдаются за участие в онкологическом форуме, выдаются Ассоциацией онкологов России. То есть это некоммерческая организация, которая министерство поручило разработать программы для того, чтобы они были сертифицированы. И как раз специалисты выдавали эти баллы специалистам. Так, немножко другие эти фотографии. Сейчас это, наверное, у нас технический персонал подменил. Но на самом деле нет. Что я пытался показать на этих фотографиях. Это наши коллеги. Вот поднимите руки, кто из присутствующих участвовал в каких-то грантах, получал их на образование, travel-гранты, может быть, какие-то другие. Есть такие в зале? А еще? Ну, два человека? А среди ординаторов, допустим? Нету никого? Никто не пытался или вы пытались, но вам не дали? Коллеги, у нас просто такой обучающий семинар, поэтому больше нужен диалог. Скажите, принимали участие или нет? Хорошо. Я тогда расскажу, будем рассказывать дальше. Когда мы поступили в ординатуру, у нас были старшие коллеги, которые работали на отделении химиотерапии, инновационных технологий, которые активно принимали участие в обучающих семинарах. Они, скорее всего, были для меня и, в принципе, для нашего института первопроходцами, которые, приняв участие, вот такой вот у нас европейская школа онкологии, которая дает travel-гранты, они первые приняли участие и поехали на обучение в Швейцарию, а после этого в Дубровник. Они поделились своим опытом и, поступив в первый год ординатуры, я также подал документы на общих основаниях на обучение, был отобран и поехал обучаться в Балканский регион. На самом деле у каждой специализации, вот я представляю химиотерапевтов, да, вот для нас это больше актуально, имеются такие некоммерческие организации за рубежом, которые позволяют молодым специалистам проходить обучение за рубежом. Это вот двухдневные или недельные курсы обучения. На данном случае, вот я пытался представить выдержку как раз вот из Европейской школы онкологии, какие у них ближайшие мероприятия проходят при их поддержке. То есть каждый желающий, каждый ординатор, обучающийся имеет такую возможность подать туда заявку, быть отобранным и поехать на обучение. И в чем плюс этих организаций? В том, что для молодых специалистов они оказывают поддержку. То есть вам будет оказано финансирование для проезда и проживания на время проведения мероприятия. То есть вы будете слушать специалистов высокого класса, вы на это не потратите практически своих денег. И вот я считаю, что для ординаторов это самый лучший вариант. И что для этого надо? Вот в принципе, ну я выбрал первопопавшийся, да, который с этого сайта. Это вот прецептор ШИП по иммуно-онкологии, который будет в сентябре в Амстердаме проходить. И сейчас открыт туда набор, то есть у него, здесь дедлайна нет, нет, на слайде нету. И сейчас вы можете на него подать заявку, вам будет обеспечен проезд проживания. И, соответственно, на проезд выделяется 600 евро. В принципе, для жителей России эти средства вполне укладываются на оплату и как проезда до аэропорта, перелета и прочие расходы. И что для этого нужно сделать? В принципе, ничего сложного нет. Вам нужно написать свое CV, да, это, ну, резюме, грубо говоря. Вы пишете, где, чем вы занимались, где обучались, какое у вас образование, какие у вас публикации есть. Написать 3-5 слайдов по соответствующей тематике, то есть в данном случае ваш опыт лечения больных либо иммунотерапией, либо какой-то опыт применения иммунотехнологических операций. И, соответственно, заполнить форму. Больше от вас ничего не нужно. После того, как я уже съездил на один мастер-класс, я начал привлекать своих коллег, ординаторов и аспирантов, которые учились на нашем отделении. И вот на фотографиях, которые были представлены, уже, наверное, из нашего центра порядка 6-7 специалистов, они уже закончили аспирантуру, ординатуру, каждый год ездят на 2-3 мероприятия при поддержке соответствующих организаций. То есть, опять же, не тратя на это никаких своих собственных средств. Это вот Европейская школа онкологии была. Также для специалистов-химиотерапевтов, я думаю, что все знают такую организацию, как ЭСМО. Кстати, президент ЭСМО вчера у нас ввел доклад на сессии ЭСМО, у которых также имеются различные программы поддержки. То есть, опять же, это просто выборка ближайших мероприятий, которые будут, и практически в каждом из них есть грантовая поддержка на проезд. И, опять же, в чем заинтересованность этих специалистов? Почему они дают вам именно поддержку? Для того, чтобы онкология в мире была на высоком уровне. То есть, обучают специалистов по соответствующим программам, приглашая их, они считают о том, что вы приедете домой и будете новые методы, как раз о том, что мы говорили про экзамен ЭСМО, будете рассказывать своим коллегам, передавать эти знания, и они будут дальше распространяться. Также вызывают интерес такие программы, вот фэллоушип. К сожалению, не все из присутствующих могут поехать просто и получить обучение, допустим, в Англии, Германии или где-то еще. За это требуют больших денег. И, опять же, в каждой некоммерческой организации, которая находится за рубежом, вот как у нас сейчас, допустим, фонд профилактики взял на себя такую нагрузку, как обучение, ну, вместе с ней онкология, как обучение ординаторов. Также в международных организациях есть такие вот фэллоушипы, куда можно подать заявку, и, соответственно, ты будешь там обучаться 3-6 месяцев, год. И, в принципе, это тоже будет для тебя бесплатно, и тебе будут платить за это стипендию, которая будет достаточна для того, чтобы ты проживал и не нуждался. С какими проблемами мы сталкиваемся в России? Ну, первое, это необходимость лицензирования образовательной деятельности. То есть, я не знаю, есть ли в международных организациях такая лицензия, или там, наверное, Вадим тоже, да. Но в России для того, чтобы официально вести образовательную деятельность, необходима лицензия. И, соответственно, вот такие вот общественные объединения, вот у нас есть Петербургское онкологическое научное общество, которое также проводит обучающие семинары. Ну, они у нас проходят в виде дискуссий, заседаний и конференций, да, то есть официально мы не имеем права проводить образовательную деятельность. Отсутствие доверия специалистов к некоммерческим организациям. К сожалению, вот в период перестройки и начала двухтысячных некоммерческих организаций зарекомендовали себя не очень с хорошей стороны. Поэтому, когда новая организация, которая хочет сделать какие-то обучающие программы, у специалистов вызывает либо негатив, либо какое-то вот подозрение. Также отсутствие доверия жителей страны, либо пациентов к вот этим образовательным программам некоммерческих организаций. Что это все куплено, вот к специалисту приходишь, да, специалисты висят сертификаты, допустим, на стене какие-то. Вот, ну, я просто был у некоторых врачей, у которых все стены завешаны, да, сертификатами, которые показывают там от каких-то непонятных некоммерческих организаций. То есть это вот, в принципе, тоже дискредитируют. И, ну, мое мнение, что в каждом сообществе должны быть вот конкретно организации крупные, которые все знают, которым действительно можно доверять. И, соответственно, наша задача повышать доверие жителям, жителей и пациентов к вот этим вот именно сертификатам и к специалистам, которые проходили обучение в рамках этих программ. А также считаю, что вот одно из проблем – это отсутствие должного финансирования таких некоммерческих организаций. Потому что в любом случае для того, чтобы пригласить специалистов, да, вот как я рассказывал про тревел-гранты от ЭСМА и ЭСА, которые обеспечивают проезд и проживание специалистов молодых. Я не слышал в России, ну, кроме, может быть, некоторых программ «Русска» вместе с «Осколково», когда молодые специалисты, полностью им оплачивалось проживание, проезд к месту проведения, да, и, соответственно, какие-то вот накладные расходы. Потому что на это на все нужны деньги, нужны спонсоры, и необходима какая-то вот государственная поддержка, может быть, целевыми средствами для того, чтобы там проходило в рамках какой-то конференции обучение, там, допустим, 10-15 специалистов, и туда бы приглашались молодые специалисты. Однако, ничто не стоит на месте, и вот наш собственный опыт, это вот прошедшие мероприятия, да, которые были у нас с апреля по май, которые проводила НИИ онкологии совместно с Петербургским онкологическим научным обществом и с Ассоциацией онкологов Северо-Запада, да, то есть две некоммерческие организации, которые осуществляют свою деятельность на территории Северо-Западного федерального округа. То есть это вот только та часть, которую мы начали активно развивать. На протяжении последнего года у нас проведено, я могу ошибиться, порядка 40 различных обучающих семинаров, то есть это были обучающие семинары в виде маленьких конференций, вот Петербургский форум, да, вот это второе, которое крупное мероприятие, которое проходит тоже по некоммерческим организациям. И для того, чтобы, ну у нас нет такого финансирования достаточного для того, чтобы привести специалистов, на базе наших некоммерческих организаций мы проводим условно-дистанционное обучение. Все наши семинары имеют прямую трансляцию, все материалы по окончанию мероприятий представлены в открытом доступе на нашем официальном канале. И в принципе любой молодой специалист для того, чтобы он прошел какое-то свое обучение и повысил свой уровень, он может в любой момент зайти, посмотреть лекцию, посмотреть необходимую информацию. И считаю, что мы несем определенный вклад в развитие именно деятельности некоммерческих образований, некоммерческих организаций в сфере такого вот постдипломного образования. Здесь, опять же, это был анонс, который у нас прошел. Мы занимаемся в рамках своей, опять же, деятельности, не только работой и пропагандированием своих некоммерческих организаций. Мы проводим совместные организации, совместные мероприятия с другими некоммерческими организациями. Вот 509-е заседание Петербургского онкологического общества прошло совместно с Российской ассоциацией онкомомологов. И вот, опять же, возвращаясь к тому, что идет образовательная деятельность, и согласно действующему законодательству и приказу необходимо регистрировать все научные мероприятия для того, чтобы дальше вы получали определенные кредиты на соответствующем сайте. Вот сейчас данное поручение было передано Координационному совету по непрерывному медицинскому образованию при Министерстве здравоохранения, которое занимается такой аккредитацией. Активно кредиты начали выдаваться с 2016 года за каждый обучающий семинар. И надеюсь, что все дальнейшие мероприятия, которые будут проводить наши некоммерческие организации, будут получать вот такую вот поддержку. И, соответственно, в будущем специалисты, участвующие в наших мероприятиях, будут получать кредиты, которые будут использованы для того, чтобы проводить сертификацию специалиста. Благодарю за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Есть какие-то вопросы? Все всем понятно. Я надеюсь, что в следующем году… А, да, вот, девушка, давайте. Сейчас. Я вот как раз насчет этих самых кредитов. Скажите, пожалуйста, вот планируете ли вы в будущем как раз вот свои маленькие эти мероприятия, которые сейчас вы проводите, как раз вот регистрировать на этом сайте и вдавать по их итогам кредитов? Либо это вот как раз вам нужна именно лицензия на… Нет, здесь немножко другая ситуация. Действительно, что с этого года вот этот вот совет начал выдавать активно кредиты на именно медицинские мероприятия, вот такие конференции, симпозиумы. Однако по их приказам в 2015 году было аккредитовано только, сертифицировано, ну для того, чтобы выдавать кредиты, только часть организации. То есть это были в основном медицинские университеты, которые имели право выдавать за свою деятельность вот эти вот кредиты. В 2016 году список этих организаций увеличился, вот туда вошла Ассоциация онкологов России, которая и дает, грубо говоря, разрешение и аккредитует наше мероприятие, и которому присылаются вот эти вот кредиты. Если дальше будет эта система налажена и хорошо работать, я думаю, что все наши мероприятия будут поддерживаться этим сайтом. То есть правильно я поняла, что де-факто выдает кредиты Ассоциация, а вы как бы подаете, гиды подаете? Мы подаем документы о нашем мероприятии в этот совет. Совет берет рецензию от Ассоциации онкологов, что действительно, что это мероприятие научное, оно обладает такими-то характеристиками, и условно дает разрешение, что да, мы поддерживаем это мероприятие и, соответственно, готовы им предоставить эти вот кредиты. Спасибо большое. Еще вопросы есть? Если нет вопросов, я надеюсь, что в следующем году, когда мы с вами соберемся здесь, то большинство из вас уже на какое-то мероприятие съездят, обучатся и, может быть, представят свой опыт. Все, благодарю за внимание. Тогда Вадим. Спасибо. Спасибо.